Привет всем дорогие мои зрители! В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать про нишевый бренд, который называется Omnia Profund. Это видео я делаю по запросу для моей подписчицы Ирины. Давайте начнем! Сегодня я подготовила вот такой бумажный веер в маленьком парфюмерном магазинчике. В этом магазинчике были представлены только 6 ароматов и все. И про них я вам сегодня расскажу. Седьмой аромат я вам покажу попозже, который находится... В общем, я вам сейчас его покажу. Один-единственный аромат, который у меня есть от этой марки, называется Peridot. Тут 30 мл. У меня маленький объем. Я попозже расскажу о нем в конце видео. А сейчас давайте начнем с аромата, который называется Crystal Di Roco. Выпущен в этом году, в 2016 году, Unisex. Что я хочу сказать. Кстати, этот аромат относится к линейке камушков, потому что есть еще линейка металла в этом бренде. Я буду вам рассказывать простыми народными словами мое описание каждого аромата, для того, чтобы было всем понятно. В общем, данный аромат очень красиво раскрылся в самом начале. Но, к сожалению, я его на плотере уже больше не слышу. Прошло 5 часов с того момента, как консультант мне нанесла аромат на этот плотер. Я на кожу не наносила данный аромат. В общем, слышится здесь цветок табака и мускатный орех. Ладан находится. То есть, нотка ладана есть в этом аромате, но нотку ладана я не услышала. Хотя, если сейчас ускрутся носом в эту бумажку, какие-то отголоски от ладана есть. То есть, остатки от ладана где-то, где-то там далеко можно услышать. Но очень-очень далеко. Я не знаю, как пахнет сам цветок табака, но консультант мне зачитывала нотки данного аромата. Консультант мне зачитала нотки каждого аромата. И я услышала нотку табака. Да, то есть, поэтому я говорю цветок табака, потому что, может быть, кто-то подумает, что я такой эксперт, знаю даже, как пахнет нотка табака. Честное слово, не знаю, но представляю все. Но табачок я заметила в этой ароматной композиции. В общем, аромат мне не очень понравился. Аромат Мадена. Скузаты. Ой, извините, Мадера. 2015 год. Унисекс. То есть, выпущен в 2015 году. Унисекс. Мадера. Мне понравилось. Потому что Мадера, это и есть гурманный аромат, который может мне понравиться сегодня. И с чем-то, с чем-то, где-то там далеко, переплетается с ароматом платину. Хотя характеры у них разные. Ваниль, корица, кокос, цветок табака. Я слышала в этой ароматной композиции. Я тоже на руку не наносила, то есть на кожу не наносила этот аромат, так как он мне вначале не показался гурманным. Скорее всего, я услышала вначале цветок табака и нежную сладость. Это, скорее всего, была ваниль. А потом уже, когда я вернулась домой и начала слушать лотер, услышала корицу, кокос. И он такой красивый, нежный, сладкий, кремовый. До сих пор где-то там далеко, далеко еще. То есть остались всего лишь, как говорится, остатки. Знаете, когда вы готовите какое-то блюдо, когда блюдо готовое, вы тогда выкладываете это блюдо на тарелочку, потом кушаете. И бывает такое, что вы не можете все съесть. И маленький-маленький там какой-то кусочек останется на тарелке от блюда, которое вы ели. Вот так же и этот аромат. Там какие-то остатки остались. Следующий аромат называется опалы. Выпущен в 2006 году, женский. Аромат морской воды. Вода водная. В начале, когда я его слушала из блутера, я слышала сирень, потом теплые камушки. Очень приятный аромат. Но этот аромат для любителей водных ароматов. Кто любит море, кто любит соль, кто любит теплые камушки. Очень красивый аромат. И до сих пор я его слышу еще на блутере. Хотя слабо, но еще можно услышать. Но это не мой аромат, не мой тип аромата. Хотя приятно обонять. И следующий аромат, про который я хочу рассказать, это аромат Оро. Выпущен в 2011 году, женский. Оро мне тоже чем-то понравился в начале. Но сейчас я слышу ладан. Какой-то там ладан есть. Из блутера, ветивер что ли. Какие-то деревяшки или ут. Ну, что-то вот такого. В общем, деревяшки в перемешку, непонятно что. А в самом начале можно было услышать ладан, ваниль и почули. Такой сладенький, почулистый. Больше чего сказать не могу. Но могу единственное, что сказать в конце, что аромат все-таки неплохой. Недостаток в этом аромате это его стойкость. И следующий аромат, про который я буду сейчас говорить, это Арджентон. Выпущен в 2011 году. Для мужчин. Чувствуется кожа. Очень красивый аромат. Ладан и ветивер. Если говорить открыто, то это очень красивый муской аромат. И до сих пор я его отчетливо слышу на блутере. Хотя есть нишевые бренды, которые имеют хорошую стойкость. Чего не могу сказать про бренд Omniprofone. Ну, красивый аромат. Аромат все-таки красивый. Сейчас я больше всего слышу ветивер и кожу. А сейчас я буду говорить про аромат платину. Выпущен в 2013 году. Относится к унисексу. В общем, сливочно-миндально-кокосовый. Когда я пришла в магазин, я попросила в первую очередь послушать аромат платину. Мне понравился сразу этот аромат. Единственный недостаток данного аромата – это его стойкость. На моей коже он продержался всего лишь час. Это очень плохо для нишевого бренда. Я считаю, что это большой недостаток. Я не претендую на большую стойкость ароматов, но хотя бы 3 часа должен он продержаться на моей коже. Я претендую хотя бы на 3 часа, не меньше 3 часов. Так как аромат, то есть вот эта ароматная композиция, которая называется платину, выпускается всего лишь в больших объемах 100 миллилитров. И стоит он 128 евро здесь в Италии. Я не знаю, как у вас в России, но в Украине или в других странах в моем городе он стоит 128 евро. В общем, ну не дело в деньгах. Дело в том, что можно заплатить и 150, но главное знать, за что вы отдаете ваши деньги. Поэтому вывод я делаю такой. Аромат мне понравился. Я люблю, когда есть молоко в ароматной композиции, когда есть миндаль, когда есть кокос. И он такой сливочный, действительно сливочный. Прям хочется его иметь в моей коллекции, но стойкость подкачала. Я, конечно же, его покупать не буду, но у меня есть аналог на этот аромат. Я недавно, сейчас я найду мой пробник, ходила в совершенно другой маленький парфюмерный магазинчик и пробовала вот такой вот аромат. Читайте сами. Он очень похож с ароматом платину, только он в два раза устойче. Он густой, он теплый. Его не надо искать, где он там ловить отголосок, который там остался, этого аромата. То есть его не надо ловить где-то там, его просто надо слушать, потому что он всегда мелькает перед вашим носом. Он очень-очень стойкий, очень теплый, очень вкусный, очень миндальный, молочный. Единственное, что здесь я не слышу нотки кокоса. Я не знаю, есть ли здесь нотка кокоса. По-моему, нет. Если бы я выбирала между платину и вот этим, я выберу только вот этот, уверенно говорю. Ну, а если вы хотите гурманный, вкусный, стойкий, сливочный, бананчик, мороженое-пломбир, вкусняшку носить на себе, вам нужно обязательно послушать или, я не знаю, рискнуть, купить аромат Виттория Апуана. Выпущен этот аромат в 2008 году и создан для женщин. Бренд называется Профуми Дель Форте. Так что вот этот аромат у меня уже в хотелках. Я сегодня его тоже послушала, хотите? Ой. Я сейчас поднесла к носу вот этот блотер, все, я замираю, я умираю. Это красота невероятная. Уже прошло 5 часов, а то и больше. До сих пор он держится на бумажке. Я обязательно пойду в магазин и послушаю на коже вот этот аромат. Что я услышала? Банан, кокос, тиаре, ваниль. Тиаре здесь слышится, ванилька тоже, ну и кокосик там. Бананчик в начале я слышала больше всего в начале. Он очень красиво выражается. Сейчас более такой он цветочный, то есть вкусный ваниль, тиаре и кокос. В общем, очень красивый аромат. А если вы любите просто кремовый ванильный аромат, то вам обязательно надо присмотреться где-то у меня в лакончик к вот этому аромату. Это суперский аромат, стойкость там, боже мой, это просто-просто что-то невероятное. И стоит он всего лишь 60 евро. Я вам уже и цены говорю на официальном сайте. А сейчас давайте будем говорить про аромат, который у меня есть, Передотто от марки Omnia Profume. Передотто, я купила случайно, без аттеста. В общем, я его сейчас не ношу, и муж не носит его, никому он не нравится. Он такой какой-то непонятный. Он свежий, но какой-то зеленый. В общем, он какой-то непонятный. Аромат, конечно же, красивый, необыкновенный. И вы знаете, чем-то он мне нравится, и чем-то он меня отталкивает. Я не знаю, может быть, его надо наносить в жару. Потому что я его пробовала зимой, он какой-то оказался слишком таким холодным, колючим, жестким. И сразу меня оттолкнул от себя. Сейчас я ощущаю зелень в этом аромате. Я даже не знаю, какие нотки присутствуют в этой ароматной композиции. Но я открыто вам скажу, что я слышу. В общем, я слышу растения для приготовления каких-то блюд, да, для кухни. Это базилик, это укроп, это розмарин, это сальвия, вот такого плана. Все вот перемешку, и, пожалуйста, получайте аромат. В общем, такие у меня скупые отзывы про этот аромат. Вот такая вот упаковка. Ничего особенного, но пока стоит. Может быть, пройдет время, я поменяю мнение, хотя он мне раздражает. Может, просто это не мое направление. Может быть, когда-то я захочу носить такое на себе. И, может быть, он дождется своего момента. В общем, я надеюсь, что я сегодня вам описывала ароматы довольно-таки доступно и понятно, и вам понравилось это видео. В общем, оставляйте ваши комментарии. На сегодня все. До скорых встреч. С вами была Татьяна. Я вас всех целую. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова